МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Следовать моде смешно, а не следовать глупо. Здравствуйте! С вами программа Модный приговор на Первом канале. В заседании Модного суда я объявляю ответственностью. Итак, сегодня мы слушаем дело о том, как удержать юность. Ирина Пострякова обвиняет свою племянницу Наталью Андрееву в том, что она выглядит как тинейджер. Также в студии присутствует группа поддержки, близкие наших героев. Давайте их поприветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ Обвинение, как всегда, представляет несравненная Эвелина Хромченко, эксперт моды. Человек, знающий о моде все и даже больше. Ну а защиту сегодня представляет народная артистка России, замечательная, непредсказуемая Надежда Бабкина. Сегодня она будет помогать экс-модели из Петербурга отстаивать свои права. И я, ведущий Модного суда, историк моды Александр Васильев. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу вас, подойдите к микрофону. Ирина. АПЛОДИСМЕНТЫ Ирина, с добрым утром. В чем вы обвиняете вашу племянницу Наталью? Наташи 27 лет. Она осталась в возрасте пионервожатой. И не сезонной, а круглогодичной. Это яркие одежды, бейсболка задом наперед, яркие кеды и ко всему еще и возраст. Сразу же, когда она одевается так, это что-то там, ой, а правда, кто к нам пришел? То есть она чрезмерно инфантильна. Да, она меняется полностью. А у нее предстоит работа. Я не хочу сглазить, но она должна быть хорошим журналистом. И очень прошу вас переодеть ее. Наталья, вы согласны с обвинениями тети? Нет, я категорично не согласна. Мне дают 30 лет, а не 27. Кто это? Мои друзья, знакомые, бывшие молодые люди. Ну это так мало. Просто завидуют, честное слово. Вот это вся история. Носогубные морщины. Нет, ну согласитесь, разница небольшая. 27 или 30, это все так же. Она нашла какие-то морщины, которых вовсе нет. И еще что? Я хочу выглядеть на 25, но это не... А зачем? 27, а на 25 хочу выглядеть. А зачем, а в чем? Я не могу, я не понимаю. Ну то есть у меня настолько быстро, как-то пошло уже время, я не чувствую себя на 27. А вы знаете, дальше ты пойдет еще быстрее. А вы знаете, что будет в 42? Не хочу знать. А в 59? Я поэтому живу сейчас. А вот я вам скажу, с высоты моего возраста, 74 года мне, как вы будете смотреть. Выпишись, поверьте. Ну что ж, посмотрим на вещи наши подсудимые. Вещи в студии. Итак, Авелина, приступайте, пожалуйста, к разбору этого гардероба. К разбору полета. Моя подопечная не упомянула о том, что журнал, в который устроилась наша героиня работать, пишет о большом бизнесе. Я даже не знаю, в чем она планирует ходить на работу. Ведь интрувировать придется совсем взрослых дяденек, которые с некоторым сомнением относятся к розовой жвачке. И подобного рода наряды будут воспринимать как ролевые игры. А девушку в таких нарядах вряд ли будут воспринимать как журналиста. Я думаю, тоже, да. А по-моему, на горничную. Серьезное международное деловое издание нанимает на работу перспективную журналистку. Еще не зная о том, что в ее гардеробе живут эти две пары лоси. Да, добрали. Ну, конечно, узнают. Потому что в первый рабочий день наша героиня захочет быть замеченной и добьется этого. И будет права. И несмотря на то, что наша героиня заручилась серьезной поддержкой в лице Надежды Бабкиной. Ой, как я это люблю. Я боюсь, что сегодняшнюю битву ей не выиграть. Потому что ее новая работа требует жертв. И я знаю, что конкретно мы принесем в жертву в самом начале нашей передачи. Спасибо большое, Эвелина. Присаживайтесь. Я передаю слово Надежде Бабкиной. Ира. Как ее можно заставить надевать какие-то такие одежды, там, статусные, взрослые? Она никак не может согласиться. Не могут же, не может она принять в себе то, что ей 27 лет, она все время думает, что ей 16. Вот о чем речь. И поэтому она не хочет слушать взрослых, которые ей говорят, давай, переодевайся, ты идешь в такую компанию, это не просто серьезный бизнес, мирового масштаба. И, конечно, в этой ситуации, я понимаю, тревога есть. Особенно после тех лосин, которые мы сейчас выпрыгнули из ее шкафа. Это, конечно, задача серьезная. Спасибо большое, Надежда. Спасибо и вам, Ирина. Присаживайтесь. А я приглашаю Наталью к микрофону. Пожалуйста. Наталья, здравствуйте. Я знаю, что вы ведете очень активную личную и общественную жизнь. Ни дня не сидите на одном месте. Это так? Да, все верно. Я думаю, что можно начать с того, что само собой высшее образование, два языка. Хобби – это серфинг, горные лыжи, 10 лет практически в сборной России была. Бизнес. Я делала 5 бизнесов, открывала свою жизнь в России, это в Москве и в Санкт-Петербурге. Что это же за такие бизнесы? Мороженое на Старом Арбате оставила несколько точек. Батут поставила тоже на Старый Арбат. Достаточно успешно это все функционировало. И прыгали за деньги, да? Прыгали детишки за денежку, да. Ну, отлично. Я открывала сеть прачечных в Санкт-Петербурге, прачечные самообслуживания для студентов. Какая молодец. При университетах. Открывала хостелы. Просто вы хорошо стираете. И хорошо принимаете. Я ненавижу мыть посуду, я ненавижу стирать, поэтому я вот решила в массы продвинуть такую услугу. Я вижу, вы будете замечательной хозяйкой и чудной женой. Бизнес-лебер. Женщина, которая ненавидит мыть посуду, стирать, это все хорошо, но вы стремитесь выйти замуж при этом. Спасибо за вашу рекламу. Я передаю слово Надежде Бабкиной. Ну, а чего реклама? Саш, Наташа просто, так сказать, продемонстрировала свои способности и возможности. То, что девочка умеет делать все, за что бы она ни взялась. Это хорошо, замечательно, Наташа. Правда, ты продвигаешь и самореализовываешься. А личная жизнь как? В личной жизни, да, не все очень хорошо. Началось в 18 лет. Я встретила, наверное, первую свою, скажем так, сильную любовь. И на тот момент я думала, что единственную. Нам было по 18 лет. По работе, по контракту я уехала в Токио на 6 месяцев в Японию. Мой молодой человек, его звали Кирилл, обещал меня ждать. Он бежал за поездом, провожал меня. Я летела из Москвы. Бежал, плакал, кричал, Наташа, я тебя люблю, я тебя дождусь. Полгода ты вернешься. Я называл меня женушка. В наши 18 лет мы готовы были пожениться. И, в принципе, если бы не эта поездка, а контракт, на который был подписан загодя, я бы вышла замуж, мне кажется, еще в 18 лет. А не в 27 была одна. Случилось так, что работая в Японии, через два месяца спустя, то есть я первые заработанные деньги потратила ему на подарки, я отправила в Россию. Помню, рубашку, галстук, ему хотела что-то приятное сделать. А он мне позвонил в день рождения ровно 11 октября и сказал, извини, у меня другая. То есть все. Наглец. Не мог подождать. Нет, это на самом деле не смешно. У меня была дикая истерика, депрессия, меня просто вытаскивали из этого состояния. И с тех пор я дальше, да, вернулась в Россию. Он встречал в аэропорту, стоя на коленях, дарил там бешеные подарки, цветы, Наташа, вернись, прости меня и так далее. А это измена. Да, мы стали жить вместе снова. То есть я его простила 19-20 лет и так далее. То есть 5 лет мы жили вместе, но это были сумасшедшие отношения, бурные, страстные. То есть выкидывались вещи в окна, мобильные телефоны разбивались об стены. Какие высокие отношения. Он замачивал мои сапоги душем, в ванной, зимой, чтобы я никуда не ходила из дома. То есть у меня безумно ревновал. Голый бегал по снегу, кричал, Наташа, я тебя люблю, я люблю тебя. Это какой-то дурдом был, честно. Он сегодня в студии сидит, я вижу, да? Он погиб. Я думала, это вот этот молодой человек. Он разбился полтора года назад, Харитонов Кирилл, на сноуборде. И в принципе на этом до трагедии он успел жениться на другой, я просто не успела рассказать. То есть у нас были безумные отношения, радостные, счастливые, с ссорами, с расставаниями, но тем не менее это сильная любовь, этот человек сделал больше всего мне добра и больше всего зла. То есть потом он женился на другой. Это просто эмоциональный какой-то вот такой вот коллапс, который, ну, я не могу объяснить словами, просто на эмоциях. Мы не могли расстаться, мы не могли, ну, ничего. В итоге он женился на другой, а меня полюбил другой молодой человек, Дима его зовут. И так получилось, что в этот раз немножко перекос был в отношениях. Он меня сильно любил, он очень хотел быть со мной, долго-долго меня добивался, а я все-таки еще испытывала чувства к тому молодому человеку и, конечно, все разрешило, грубо говоря, его гибель. Кирилл погибает, я уезжаю в Израиль, в монастырь на три месяца, подумать, вообще осознать, как мне двигаться дальше, что мне делать, просто я осталась одна совершенно. И по возвращению все-таки тот человек, вот второй, я имею в виду, Дима, которого я не ценила, я не уважала его мнение, я его не ценила как мужчину, я не ценила то, что он для меня делает, те чувства, те эмоции, которые он испытывает. Я пренебрежительно к нему относилась, а он, он очень сильный, у меня дебильнейший характер, у меня жуткий характер, а он меня терпел, любил, принимал такую, какая я есть. То есть он терпел всем языки Дона и так далее, то есть он все мои цели и какие-то желания, мечты в жизни, которые пытаюсь реализовать, он принимал, был рядом, несмотря ни на что, на трудности с переездом в Москву, с возвращением в Питер и так далее. И вот сейчас, где-то полгода назад мы расстались, и он нашел себе молодую, двадцатилетнюю девушку, и у меня в принципе начались... давай кусать локоточки, да, я сейчас его пытаюсь вернуть, я не знаю, как здесь сходится. Ну, у вас же плохой характер, и вы не умеете мыть посуду и сырать белье. Я научилась в монастыре мыть посуду, я мыла там горы посуды. Молодец, молодец, ты знаешь, никому такая работа вовсе не портит. Но здоровье в связи с этими вот какими-то переживаниями и травмами, это же все очень эмоционально откладывается внутри. У меня просто, я не могу сказать, что я не издержанная, да, эмоциональная, но сил иногда просто не хватает, я говорю, я устала, я хочу спать, я не справляюсь, у меня просто выгорание какое-то происходит, и все. Потом какое-то время я день-два спокойно погуляю, я очень люблю природу, деревья повнимать. Наташенька, я тебя слушаю, ты такая зажигательная, знаешь, такая, с таким хорошим запалом жизненным, прямо аж, знаешь, загоняешься, так и хочется сказать. Но остановись, девочка, остановись, потому что это приведет обязательно к чему-то нехорошему. Остановись в том плане, смотри, ты вспоминаешь прошлую свою жизнь, цепляешься за нее, когда уже поздняк метаться, да. Я тебе искренне рекомендую ценить все то, что рядом с тобой, ценить тех, кто рядом с тобой, ценить эти общения, жизнь здесь и сейчас, и не цепляться, и не тащить в сегодняшний день свое прошлое, какое бы оно ни было, восхитительным, или печальным, или горестным. И не ищи в себе темных мест. Ты прекрасная молодая женщина, очень молодая. Ты мне говорила про морщины, которых сроду нет, да, а ты их накликиваешь, они тогда появятся. Чем чаще ты про это говоришь, притягиваешь себе это, то и появятся. Поэтому я тебе искренне желаю, и нам всем телезрительницам сейчас, которые смотрят на эту программу, потому что реально красивая, красивая девка. Надо, чтобы мы все вместе ей помогли, чтобы она осознала, где она сейчас живет, и какая у нее громадная перспектива впереди. Спасибо большое, Надежда, продолжение этой истории, а также модные советы совсем скоро. Сегодня наша постоянная рубрика «История одной вещи», и речь пойдет о дониме. Не переключайтесь, будьте с нами. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело о том, как удержать юность. Итак, Наталья, вас будет опрашивать Эвелина Хромченко. Приступайте, пожалуйста. Вы видите, я считаю, что вы очень органично выглядите в вашей одежде. Этот вот комплект «50 оттенков желтого», на мой взгляд, полностью отвечает всему тому, что вы демонстрируете внешне, всему тому внутреннему. Из всего того, что я вот о вас успела узнать. Я только что вас увидела, услышала, и мне кажется, вы очень адекватно одеты. И в случае, если вас переодеть, то это значит обмануть окружающих. Что касается вашей деятельности до журналистики деловой, вы, я знаю, еще организовывали бесплатные какие-то фотовыставки, благотворительные концерты, где ваша одежда тоже вам помогала скорее, нежели мешала. Как вы это все финансировали? Я просто договаривалась с людьми-бартером. Я приходила и говорила, например, в Ленинградский зоопарк. Здравствуйте, меня зовут Наташа Андреева, я хочу сделать у вас мероприятие. А у нас нет денег. Не важно, я все сделаю сама. У меня тоже их нету. Я просто находила людей, крупные компании, известных дизайнеров, модельное агентство, договаривалась с строительной компанией, они строили подиум. Логотипы, баннеры развешивала, приглашала федеральные каналы, федеральную прессу. Это все снимали. И плюс подтягивала административную поддержку комитета по культуре Санкт-Петербурга и так далее. То есть я получала административный ресурс. Благодаря этому я делала проекты. О показе одежды в зоопарке в Ленинградском, где в середине зоопарка я поставила подиум, и у меня модели шли с животными, с питоном, с дикобразом, с динозавром. Об этом написали даже в Израиле. То есть огромный разоворот, есть газеты и так далее. То есть я просто это говорю с бартером. Денег у меня нет, есть самая обычная семья, у меня нет богатых родителей. То есть у меня одна мама, отца я никогда не видела. И, наверное, поэтому у меня внутри такой огонь. Жить не так, жить не средним классом, жить не бедно, а пытаться чего-то добиться в этой жизни. Я просто хочу, чтобы я и мои дети жили по-другому. Вот и все. Наталья, а вот пока вы еще не начали свою трудовую деятельность, когда вы были маленькой, кто вас одевал, кто следил за внешним видом, как вы одевались, откуда корни этой любви к ярким краскам? Ну, я говорила, что я из самой обычной средней семьи с одной мамой. Она всегда была на работе. Вещи, это были 92-93-е годы. Покупали в Second Hand, тогда еще не было больших мегамолов и так далее. То есть на каких-то рыночках. И я делала вещи сама. То есть в пятом классе я училась в немецкой гимназии. Вызвали маму на ковер к директору с вопросом, в чем ваша дочка. А на мне были, на платформе были, значит, модные такие кроссовки. Меня их мама купила. А все остальное сделала сама. Черные колготки с зацепками. Джинсы взяла, обрезала. Это получились шорты ультракороткие. Топик ярко-салатовый, как вот эти джинсы. И красные ногти. Пятый класс, я пришла так в школу. Гимназия немецкая. Все очень цивильные, приличные люди. Я одна бегаю, дерусь с мальчишками. Мальчишками, что-то мне вечно надо. Мне надо ярко выглядеть, чтобы как-то вот тоже, ну, я не знаю, выделиться, быть какой-то звездой. Я не знаю, с чем это связано. Это было с самого детства. Желание привлечь внимание. Да. Желание привлечь внимание. Покорить мир. Через буквально полгода дедушка мне подарил там небольшую денежку на день рождения. Я пошла, купила накладные ногти и накрасила их ярко-бордовым лаком. Причем не ровненько, а вот так вот. Все пальцы были в лаке. Это было очень красиво. А сколько вам было лет? Двенадцать, по-моему. Понятно. Очень красиво все в лаке. Все в лаке было. Я была очень горда собой. И я считала, что я красивее всех. Если говорить о конкретном... Я на собеседование пришла в журнал в леопардовых лосинах и в желтых кедах. Мне сказали, девушка, у нас, конечно, свободный стиль, но не до такой степени. Молодую красивую девушку берут на работу в деловое серьезное издание, связанное с выуживанием информации самых топовых бизнесменов нашей страны, потому что молодая леди с интеллигентной внешностью, с хорошо подвешенным языком располагает к доверию. Но только в случае, если она не в платьице третьеклашки на каникулах, только в случае, если она не в ярко-желтой кофте аниматора, только в случае, если она не демонстрирует фигфок на один бок в ярко-розовой шапке и лимонной куртке, а все-таки каким-то образом соответствует той действительности, в которой все эти бизнесмены, герои журнала живут. Я думаю, что у нашей героини выхода нет. Через некоторое время жизнь поставит перед ней выбор, либо переодеться, либо поменять работу. Но в принципе, мне кажется, что в ее случае второе сделать значительно легче, ведь у средств массовой информации разная аудитория, разные герои. Я вас уверяю, что есть достаточное количество людей, которые разделяют ее взгляды и на жизнь, и на гардероб, и более того, будут восхищены ее личным выбором. Спасибо большое, Эвелина. В нашей программе настало время модных советов. Можно представить сегодняшнюю жизнь без вещей из Данима. Грубой, жесткой, плотной ткани, из которой в 1873 году торговец тканями Леви Страус шил первые джинсовые комбинезоны, которые стали прототипом горячо любимых сегодня джинсов. В 19 веке эта одежда была только рабочей, и ей пользовались больше всего золотоискатели, открыватели Америки, которые должны были в свои карманы сыпать чаще всего золотой песок. Вот почему у всех правильных джинсов есть обязательные заклепки, вот такие, которые вы видите на моих сегодняшних джинсиках. То есть они сделаны для укрепления карманов. Но из рабочей одежды джинсы перекочевали в гардероб модников. В 20 веке джинсы стали носить постепенно и дамы. 60-е годы стали самыми замечательными годами в делах освоения джинсов. Знаменитая группа Битлз носила их с удовольствием, и со временем новое молодежное движение хиппи, которое зародилось в конце 60-х годов, сделала джинсы, особенно джинсы, клёш культовым аксессуаром унисексуального свойства. Его носили с таким же удовольствием девушки и юноши. Впоследствии их начинают украшать всевозможными вышивками, стразами или даже живописью, как на некоторых изделиях, представленных здесь. В 70-е годы сумасшедшая мода на джинсовую одежду охватила нашу с вами страну. И действительно, каждый советский модник должен был иметь что-нибудь. Бытовал забавный анекдот. Один клиент приходит к зубному врачу и говорит, я, слушай, такой богатый человек, встав мне джинсовые зубы. Действительно, джинсы стоили баснословных денег. В среднем одна пара брюк стоила в СССР от 100 до 200 рублей при средней зарплате в 100 рублей. И позволить себе это могли только те люди, которые имели какую-то важную коммерческую базу. Я лично получил свои первые джинсы со вторых рук как раз в самом начале 70-х годов. Он долго их ушивал, а ведь многие модники еще и терли их пемзой для того, чтобы придать им вот такой вот потертый, несколько потрескавшийся вид. Все о дониме вы можете найти на нашем сайте модный.тв. Оценить выбор героини, записаться на участие в программе и выслушать модные советы можно по телефону. Звоните с мобильного 0736. Какой же наша героиня вернется в студию мы увидим очень скоро. Не переключайтесь, будьте всегда с нами. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело о том, как удержать юность. Итак, Наталья вместе с тетей Ириной сходили в магазин за новыми нарядами. Давайте посмотрим, что из этого вышло. И я приглашаю Наталью на главный подиум страны. Наташа, довольны ли вы выбором тети? На троечку. Почему? Ну, потому что оно, конечно, такое все женственное, но оно суперклассическое. Я бы в жизни не одела такой наряд. Вы все время косолапите ноги. Посмотрите, как вы стоите. У меня словно нога. Это не надо никому рассказывать. Поэтому постарайтесь это прятать, потому что иначе будет впечатление, что она вечно работает под девочку. И это ужасно. Выслушаем нашу гостью, певицу Катю Лель. Мне кажется, Наталья молодая девушка, интересная. Очень. С хорошей фигурой. Мне кажется, что вам очень идут такие серьезные вещи, солидные, потому что вы журналисты, вы собираетесь брать интервью, насколько я знаю, у очень интересных людей, известных. А в таком стиле, мне кажется, это будет приемлемо. Я с вами согласен, Катя. Спасибо. Присаживайтесь. Ну что ж, переодевайтесь за кулисами, посмотрим, что выбрали вы. Ну и слово Надежде Бабкиной, народной артистки России. Сама история платья мне нравится, как сидит. А это платье конкретно для этой девочки именно сейчас в ее возрасте не подходит. Спасибо. Повелили. Просим. Честно говоря, форма-то у платья девичья как раз, я бы даже сказала, платье школьницы в свободное от школы время. Платье для продленки, я бы его так назвала. Но мне еще кажется, что тетя, любя свою племянницу, решила потрафить этим всем ее прибамбасом, которые необходимо как-то корректировать. То есть она в своем возрасте, он прекрасный, свежий, юный, косит под девочку, как говорят в народе. Это довольно противно выглядит. Эти губки, которые она пучит все время, глазки, которые она вылупливает, ножки, которые никак не могут стоять на месте. Так прям вот тянется пальчик губки. Вот прям вот еще секунда, и не отпустил бы Васильев девушку переодеваться, как было бы вот это. Спасибо большое. Ну а сейчас второй выход Натальи. Посмотрим. Расскажите, для чего Вы выбрали это платье фуксиевого цвета? Для первого рабочего дня. Как на свадьбу, правда? Я хочу прийти ярко на новое рабочее место. Вы хотите, чтобы первый рабочий день был последним. Нет. На работу, Саша, как на праздник. На праздник. Давайте выслушаем Катю Лель, нашего сегодняшнего независимого эксперта. Мне кажется, что Наташа для первого рабочего дня выглядит очень ярко, мое мнение. Слишком привлекательный цвет, который берет на себя все внимание. Но нужно иметь большую смелость для этого. Я считаю, что надо поражать. Но это надо делать постепенно и поэтапно. Для того, чтобы люди отметили и оценили. Но прийти на работу первый раз в длинном фуксиевом... С порогом вот сам туда. Как Вы говорите, с порогом и в морду. Понимаете? Это не всем понравится, Наташа. Ты не обижайся. Потому что Саша сказал, это будет твой первый и последний день. А ты говоришь, ну спасибо. А вот здесь тебе все подскажут, что это правда. Зачем тебе такие риски брать на себя? Ты же не хочешь, чтобы тебя вытерли оттуда? Или ты работаешь в серьезной компании и прогрессируешь? Ну как правильно Саша сказал, постепенно. Помогите. Вот об этом и речь, дорогая моя. Я вам скажу по секрету. С тех пор, как я посетила эту прекрасную программу «Модный приговор» и была участницей на вашем месте, я стала действительно очень аккуратно одеваться по цветам. Это правда, Катя. Это правда. Ты молодец. Я вас поздравляю, Катя. Спасибо. Присаживайтесь. Ну что ж, дорогая, переодевайтесь за кулисами. Эбелина, прошу вас. Такое впечатление может возникнуть в случае, если человек в первый день на работе в журнале о деловых мужчинах преимущественно появляется в платье цвета фуксии, в пол, в туфлях, на каблуках, да еще и с пальчиком во рту. Я сюда пришла, мне страшно повезло, потому что я давно хотела замуж с богатого мужчину, и я взяла быка за рога в первый рабочий день, потому что, возможно, сегодня к вечеру меня отправят на какое-нибудь интервью для светской хроники. Других вообще вопросов не возникает. Однако, возможно, наша героиня просто лучше информирована, нежели остальные участники программы. Этот журнал ждет новая интересная жизнь, и, возможно, в этой новой интересной жизни красивое ярко-розовое платье нашей героине будет полезнее, чем строгий деловой костюм. Спасибо большое, да. Возможно, она знает больше, чем мы. Ну, а сейчас третий выход «Компромисс». Скажите, пожалуйста, Душка, вы выбирали или тетя? Это платье – наш совместный выбор, потому что форма. На этой форме настояла тетя, а цветовая гамма – она моя. Тетя. Я попыталась что-то другое. Тетя хочет замуж выдать свою племянницу. Это очевидно. Ну, мне было показано, ап, закрой рот. Я выбираю. Вот какой-то вот такой жест, и я закрыла рот, и вот все. Вот это самое главное. И тишина. Давайте спросим Катю Лель. Давайте выслушим нашего независимого эксперта-певицу Катю Лель. Спасибо. В вашем случае выигрышнее было бы и сексуальнее, и корректнее надеть просто стильный облегающий деловой костюм. Потому что такая цветовая гамма меня лично тоже обезоружила. И такая длина. И при этом очень странный выбор ботильонов, которые действительно здесь и режут, и режут ноги, и потом вот вся ваша неуверенность, которую мы видим все время. Миллионы не я выбирала тетя. Я в жизни бы их не одела. Вы без конца семените. Вы не можете стоять секунды на одном месте. И все время делайте так. Это, знаете, вот такой какой-то фокстрот, который мне напоминает по танцу Рио Рито. Я переживаю и боюсь. Волнуешься. Волнуюсь. Там очень страшно просто стоять. Это правильно. Правильно, Наташа. Но все это отразится на вашей карьере. И подумайте, что вам будет трудно там потирать ручки. Просто мне кажется, вы так улыбаетесь, что вы, может быть, действительно, как сказала Эвелина, знаете гораздо больше, чем мы. Нет, я просто очень переживаю. Нет, вы можете не переживать. Может быть, просто у вас есть какой-то там уже мужчина где-то такой в кармане, который вас и взял для этого, зная, что по карьерной лестнице он вас куда-то такое подтолкнет. Вы знаете, очень удобно заключать сделки. Приходить, все думают, что ты глупая блондиночка, яркая обезьянка, одуванчик. А потом ты начинаешь вести переговоры таким образом, чтобы сделка заключалась. Те же самые ивенты, когда мероприятия были себестоимостью. Я так стою, потому что у меня сломана нога. Мне очень неудобно на каблуках. Мне врачи запретили год ходить на каблуках. Ивенты все делала я себестоимостью в несколько миллионов рублей. Эти сделки я заключала. Я продавливала людей, партнеров. Они работали со мной. И я дорожу своей репутацией. Никогда в жизни за счет ни одного мужика, ни в одну компанию я не попадала. Никакой постели. Никакой постели. Вот так вот. Женщина. Понятно? Молодец, Наташа. Я считаю, что женщина может добиваться карьеры не постелью, а своими мозгами. Кстати сказать, так хорошо, что они у вас есть. Но как только вы сказали, что вы не знаете, как надо одеться, я... Я не знаю. Ну и что, Саша, это не так страшно. Ну и что, Саша, это не так страшно. Но как бы вы ни были наряжены, а вы имеете право на любые вкусы, в конечном итоге вы же сейчас ни на интервью стоите, ни на собеседовании, вы пришли в модный приговор. Возможно, вы хотели бы продемонстрировать платье, в котором вы пойдете на вечеринку. Не обязательно же на работу, правда? Конечно. Но в каком бы платье вы ни были, что бы вы ни делали, ваша основная функция – это ваш логотип. И вот эти вот все вот странные такие порхания бабочки, маленькой девочки, вот это вот все виртуальное кручение пальчиком в столе, оно все неуместно просто на той зоне, которую вы собираетесь окучивать, на той ступени, на которую вы собираетесь встать. Я не знаю, что было раньше, но вы четко описали, что должно быть вот в ближайшее время. И в случае, если это действительно так, то извольте, соответствуйте. Спасибо большое. Эвелина, настало время отправить нашу героиню прямиком в волшебную комнату к стилистам. Вступайте, меняйтесь, радуйте нас. Какой предстанет наша подсудимая после работы стилистов, увидим прямо здесь, на этом подиуме, через несколько минут. Диета Елены Малышевой – это набор готовой еды для тех, кто хочет похудеть. Не надо ходить в магазины, не надо готовить, просто ешьте и худейте. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слышали дело о том, как удержать юность. Наша героиня Наталья Андреева побывала в волшебной комнате стилистов. Она очень волнуется, потому что не видела себя в зеркале и очень сильно нервничала. Буквально вынесла мозг всем – редакторам, стилистам, парикмахерам, ну, всем, кто работает за кадром. Что же вышло из этого? Посмотрим прямо сейчас на главном подиуме страны. Итак, Наталья Андреева, просим! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наташенька, ваше лицо сияет и светится от счастья. Каковы ваши впечатления? Вы знаете, мне безумно нравится, мне безумно нравится лук. Единственное мне с волосами, но это моя проблема, то есть у меня три волоснина, с ними мало что можно сделать, и то придумали, что их можно действительно завить и вот так вот уложить, потому что я так не умею делать сама, и, в принципе, я запомню, буду так применять в будущем. То есть прическа вам понравилась? Да, в общем-то, это не так. Потому что вы категорически отказывались стричь, все укладывать. Я отказывалась, я ругалась, я говорю, я не хочу не трогать и мои волосы. Пойду грязная, немытая, да. Пойду, да, какая угодно, но мы все расправились, и стилисты справились, спасибо. Давайте спросим тетю Ирину. Ирина, как вы выдерживаете такой напор, как вы общаетесь с этим созданницем? Когда хочу общаться, и если что-то лишнее, у нее есть вот такое, ап, закрыла рот, и все, я молчу. А так я ее обожаю, это какой-то, не знаю, взрыв всегда в квартиру влетает. Я представляю. То со слезами, то с диким смехом, то сейчас что-то тебе расскажу, ты упадешь. Садись, садись, ты сейчас упадешь. И вот такая сумасшедшая. Ну, сегодня, смотрю, радуется. Я думала, сейчас здесь вот слезы будут такие. Пальто думала, в сторону будет кидать. Нет. Девочка, которая ходила в велосипедках, ездила на велосипеде, теперь где-то стоит, видимо, автомобиль премиум класса. Я надеюсь, тоже премиум класса. Детка, переодевайтесь за кулисами. Надежда, вам что ли? Я, честно говоря, у меня даже, я не нахожу вот этих вот выразительных эпитетов, чтобы сказать, вот люди стоят в очереди. Она пришла в студию, понимаете? Пришла за помощью. Помогите к лучшим стилистам страны, понимаете? А потом этим же стилистам указывает, какую ей надо прическу сделать, как резать или не резать, понимаете? Какую ей обувь купить, платье выбрать. Она просто пальчиком тычет и, так сказать, выражает свое негативное, агрессивное, я бы сказала, понимаете? Такой вампирюга конкретная напилась, наагрессировалась, а потом сказала, ой, да боже, какая я красавица! Ну я так не смогла, да я бы все сделала. Врет она. Вообще она нас тоже всех за нос здесь водила. Стилисты правильный ей образ предложили для того, чтобы продвигаться по жизни, для того, чтобы она не осталась одна. Там с работой понятно, она сейчас в престижное место приглашена. Чтобы она там хотя бы удержалась. Вот какая задача. Так что, ну, могут два таких финта и до свидания. Спасибо большое, Галина, вам слово. Характер, который сейчас описывается, да, я не видела того, что происходит за кулисами, но доверяю услышанному. Это персонаж, у которого огромное матримониальное будущее, причем в очень высоких кругах. Им там наверху, на финансовом, очень как-то спокойно, им хочется огонька. Да, поэтому давайте рассматривать это явление как явление. Мы же не жалуемся на дождь из-за того, что он мокрый, или на солнце из-за того, что оно может обжечь нос. Просто нужно понимать, с кем ты имеешь дело. И наши стилисты, они не поняли, они почувствовали, они увидели и смягчили для того, чтобы упаковка была подарочной. Спасибо большое, Эвелина. Ну, а сейчас второй выход героини. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наталья Андреева, слушаем вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наталья, вы готовы расплакаться. Это удивительно. Из вас сделали красавицу, пригодную к новому месту работы. В таком костюме вы можете прийти в первый день и получить там всегда хороший контракт. Вы выглядите делово, стильно, профессионально, сдержанно и при этом очень женственно и привлекательно. Да, и красиво очень. В женском коллективе вас оценят, но не будут показывать на вас пальцы. Вас скажут, что вы при этом выглядите очень статусно и стилисты не сделали вам короткой стрижки. А ведь в моих планах было сделать вам совершенно другой цвет волос и превратить вас в ёжика-панка. Но стилисты не послушались моего совета. Мы вас любим, мы вам желаем удачи и хотим увидеть красивый третий вариант. Кузьма, друг детства, пожалуйста, что скажете? Наташа у нас девушка с железным стержнем внутри, а не пластилин, из которого можно очень легко что-то слепить, поэтому она против каких-либо изменений в себе. Но мне кажется, конечно, подошел такой момент в жизни, когда нужно уже что-то в себе поменять довольно-таки серьезно и изменить манеру одеваться. И, по-моему, у вас получилось это великолепно, оставив ее яркость, ее красоту, и все это только обогатив сильнее, и сделав это чуть-чуть не так молодежно, как было раньше. Спасибо, Кузьма. Спасибо. Подруга Лана. Как вы все поняли, Наташа человек очень импульсивный, человек-ураган, человек-молния. Она потрясающая, яркая, внезапная. И то, что вы сделали, немножечко утрамбовав вот этот вот ураган, при этом подчеркнув ее молодость и красоту, это невероятно. Это шедевр. Теперь любая дверь на любой серьезной работе для нее в таком виде будет открыта. Это достойно. Это замечательно. Спасибо большое. Выслушаем мнение Велины Хромшенко. Такого рода комплект может позволить тебе носить руководитель высшего звена, владелица предприятия, очень состоятельная женщина и, главное, очень взрослая женщина. Такой костюм и в 70 лет, и в 27 будет смотреться просто великолепно. Спасибо большое, Велина. А сейчас третий финальный выход Натальи Андреевой. АПЛОДИСМЕНТЫ Наташенька, что скажете? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, здесь мне нравится. Нравится. Перья, да, как я люблю, фиолетовые все. Ну, и вообще, сочетание бизнес-стиля и ярких красок, макияж, серьги, кулач, мне все очень нравится. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Ну, а сейчас мнение истца, тети Ирины. АПЛОДИСМЕНТЫ Наташ, ты мне очень нравишься сегодня. Ты хотела, чтобы тебя одели кутюрье, твои небожители, кем ты бредила. Меня ты не слушала. Я для тебя уже не авторитетна. В детстве еще как-то. Но вот сегодня ты другая. И будь добра, ни шагу назад, только вперед теперь. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Мнение друга Кузьмы. Яркой девушке. Яркий букет. О, Наташа, ты просто великолепна. Тут даже нечего добавить. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а сейчас модный приговор от Надежды Бабкиной. Я тебе желаю только одного. Во-первых, полюбить себя, испытывать счастье, радость. И любовь будет совершенно где-то рядом. И она обязательно тебя накроет. Я тетенька взрослая. Я знаю, про что я говорю. Честное слово. У тебя должно быть в жизни больше позитива, чем всякая разная агрессивная, отрицательная энергия. Я тебе искренне желаю быть счастливой. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, Надежда. Модный приговор от эксперта моды Евелины Хромченко. Первый ваш выход. Замечателен для свиданий разных женских штучек. Второй ваш выход. Прекрасен для работы. И третий выход, отличный для светской жизни. При этом из вас сделали небанальную блондинку, которых бегает по Москве в попытках найти своего олигарха. В вашем же случае, в новом, вот в этом, который выдали вам стилисты, есть все для того, чтобы на этом фоне, губастом, грудастом, с ногтями, с этими прексиглазовыми каблуками, с приставными волосами, быть иной. Понимаете? Оригинальный. То, что у вас сейчас намечается. Вы на этом острове можете, знаете, какой замок отгрохать? Рублевка будет плакать большими крокодиловыми бриллиантовыми слезами. Спасибо большое, Эвелина. А мы с вами подходим к финалу нашей утренней программы. Гости в студии голосуйте. Дворецкий, привезите вещи на подиум. А вы, дорогая Наталья, подойдите в центр. Наташенька, я вас от души поздравляю и задаю вам вопрос. Что бы вы хотели забрать в дар? Вещи, которые ваши тети и вы нашли в магазине. Помните, это красивое фуксевое платье, очень элегантный цвет и очень вам подойдет для первого и последнего дня для новой работы. Или вещи от стилистов, которые, в общем, могут быть связаны с какими-то неприятными воспоминаниями, потому что стилисты травмировали вашу кружевную, хрустальную душу. Не прогадайте, берите вот это. Берите, берите, берите. Во-первых, фуксия, понимаете, вы приходите, и вам говорят, вы куда? Да у меня с вами контракт, испытательный срок. А вам говорят, спасибо, до свидания, контракт окончен. Вот видите, да-да. Поэтому что бы вы хотели все-таки? Ну, конечно, ваши вещи. Мои вещи, понятно. Еще внимание на экран. Ноль процентов пользу Натальи и тети, и сто процентов пользу стилистов. Наряды от стилистов, дар от программы «Модный приговор». Ну что ж, а если вы, так же, как неуравновешенная Наталья Андреева, бывшая модель из Петербурга, захотите стать участником «Модного суда», направляйте анкету на сайт первого канала «Мода.1.tv.ru». Сегодняшнее свидание закрыто. Мы с вами прощаемся. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова